В Мирном прошло собрание акционеров компании «Алроса». Акционеры обсудили прибыль за прошлый год, обозначили сумму, которую выплатят в виде дивидендов, а также избрали новый состав наблюдательного совета. Об этом подробнее расскажут наши коллеги. «Алроса» направит на выплату дивидендов по итогам 2016 года более 65 миллиардов рублей, или 8 рублей 93 копейки, на одну обыкновенную акцию номиналом 50 копеек. Такие цифры озвучили на годовом общем собрании акционеров. В 2016 году чистая прибыль составила 131 миллиард 391 миллион рублей. По итогам 2016 года налоговое отчисление всех видов в республиканский бюджет составило около 50 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что в этом году налоговые отчисления тоже будут составлять со стороны компании «Алроса» существенную часть бюджета республики. Также акционеры «Алроса» избрали новый состав наблюдательного совета. От этого очень многое зависит, насколько ответственность берет на себя наблюдательный совет, насколько качественно формируется. И сегодня наблюдательный совет сформирован с учетом общего мнения акционеров и федерального нашего правительства, и правительства Якутии. Отметили и то, что в 2016-м инвестиции «Алроса» в подземные рудники и другие объекты основного производства составили 16,5 миллиардов рублей. Это 60% от всех капитальных вложений компании. Более 7 миллиардов направлено на техническое перевооружение, почти 3 вложили в объекты вспомогательного производства. Больше всего 5,5 миллиардов рублей направили на строительство подземного рудника «Удачный». Компания приступила и к освоению нового коренного месторождения алмазов «Трубки Заря». Это один из крупнейших инвестиционных проектов «Алроса». Его разработка гарантирует работу Айхальскому ГОКу еще как минимум на 20 лет. «Алроса» продолжает и строительство инфраструктуры на Верхнемунском месторождении. На это компания потратила 63 миллиарда рублей. По словам Сергея Иванова, государственная поддержка данного проекта подчеркивает значимость и перспективность для развития всего Дальнего Востока. Руслан Фаткулин, Артур Голиков, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».